Товарищ генерал, докладываю! Бам, звонок из штаба! Владимир Янин офицер в отставке уже 13 лет, но даже будучи на пенсии, мужчина все равно работает. Он обучает детей Узункольской средней школы, основом начальной военной подготовки, а еще руководит советом отцов при школе. У Коваренко закончились дрова, нет угля, дом старый, ветхий, продувался со всех концов, и семья большая, средств на приобретение дров не хватало, и вообще не дымалось небо. Но мы в составе администрации, совет отцов, в частности я тоже лично по этому присутствовал, поехали по нашим местным предпринимателям, которые занимаются этим вопросом, заготовка дров и угля, поговорили по душам, и они поняли и пошли навстречу. Это одно из заседаний совета отцов, здесь решаются важные дела. Все эти мужчины, механизаторы, учителя, трактористы, слесари, полицейские, по-мужски пытаются помочь мальчишкам и девчонкам из неполных или неблагополучных семей справиться с их проблемами. Будь то прогулы, плохая успеваемость или же отсутствие одежды и возможности помыться ребенку. Если нужно, эти мужчины идут и договариваются с банщиками. И большинство инициатив у них получается, хотя в 2007 году, когда совет отцов только появился в Узунколе, мало кто верил в них. Дело в том, что в школе есть женщины в основном, дома тоже мама женщины, а тут отцы появились. Ну и мы собрались, мы начинали с чего? С своих отцов, которые у нас работают. Потом стали выбирать на более активных отцов других классов, через класс руков. И таким образом создался совет отцов. И который мы создали план работы с детьми. На основании того, что нам дали с ГДН и внутришкольного контроля, и по ним стали работать. Конкретно, допустим, такой-такой-то ученик, вот, такие-то мне недостатки. Вот и согласен, согласен. Владимир Янин рассказывает, что уговаривать мужчин работать с детьми не приходится. Многие сами папы есть совсем молодые, готовы прийти на помощь и детям не своим. Руководство школы доверяет совету отцов самые сложные свои проблемы. Если посмотреть, у нас мониторинг, вот мы проводим по профилактике правонарушений, то уже начиная с прошлого года у нас нет наученика, вот из этого количества 600, у нас нет ни одного ученика, который бы стоял на учете. ГДН. Ну и ВШК мы ставим, потому что это группа риска, мы работаем с ней, пытаемся, стараемся. Ну, в общем-то, и у нас получается. Совет отцов, они тут разговаривают так, знаете, по-отцовски, по-доброму, направляя, наставляя. Поэтому это, знаете, это помощь классному руководителю и большая помощь. Работу Совета отцов в Узунгольской средней школе оценили и на районном уровне. В этом году подобные организации решено было создавать и в других школах Узунгольского района. Алексей Кутрявцев и Татьяна Калюшина, РТН, Узунгольский район.